Тюрьма, как средство общества, да, просто вот там какой-то процент есть экономический, какой-то процент есть наркотики, какой-то процент есть там насильственное преступление. То есть, ну, в принципе, в какой-то мере оно отражает наше общество. Есть люди, которые там испытывают моральное удовольствие, там, да, потому что самоутверждаются, там, да, вот такой персонаж, который все приходил, там, проверял, там, как заправлена кровать, точно ли все следил, чтобы, не дай бог, там, глотнул чая не в недопустимое время. А Путин? Он ответственный за все, что происходит в нашей стране, у нас есть вертикальная история, и этот человек, на нем, мне кажется, висит столько грехов, которые не отмыть. И то, что произошло со мной, как бы, и со многими другими предзаключенными, с теми, кто сейчас страдает, теми, кто сейчас умирает, слушайте, он нашу страну довел просто до грани безумия, да, естественно, его вина в этом категорически есть. Ни одно из их дел не должно остаться без ответа. То есть, как бы, от малых дел, там, да, до больших, то есть, грубо говоря, до, вот, отжатия, как, не знаю, там, квартиру, какого-нибудь, как бы, политзаключенного, до массовых каких-то жертв-убийств, да, то есть все это, мне кажется, надо документировать, на том, что люди уже занимаются, и в момент, когда все-таки, да, мы добьемся перемен, эти преступления должны быть оценены, и было понятно конкретно преступления и Путина, и его окружения. Это очень важно. Почему Альфа была? У них была команда, что если кто-то будет сопротивляться, то в любом случае вести, то есть наручники и грузить. Работы с россиянами, разговор с людьми – это, наверное, самое важное, чем я хочу заниматься. И в этой шутке, конечно, была такая, там, существенная доля шутки, но не полная, да, то есть многие думали о том, чтобы все-таки оказываться, ну, мы все хотим, я думаю, так и будет, в конце концов мы окажемся снова Россией. Первый вопрос я хочу спросить – это то, что вот последние дни у всех на устах, твое интервью, которое ты дал сразу после выхода и на пресс-конференции в Германии, потом новой газете, оно вызвало такую, мягко скажем, критику, причем со стороны противников Путина и Кремля прежде всего. Как ты сам думаешь, почему это вызвало такую реакцию? Критическая реакция была, но что мне порадовало, что я получил немало очень позитивных отзывов. То есть прямо и личную, и личку, и публичные посты. Очень много людей, которые достаточно как бы назвали позицию взвешенной, назвали позицию, которая была им близка, и это было для меня очень важно. Вот. И та критика, которая была, я бы разделил две части. Одна из них содержательная, а другая, как бы такая, скорее чего-то не хватало. Содержательная часть, она, наверное, нужна длительная дискуссия для нее. Я, может быть, немножко выдохну, и мы продолжим какую-то буличную полемику, пока к ней не готов. Ну, то есть не готов, но просто это не время сейчас для нее. А которая общее, то, что там какие-то вещи не были упомянутые, какие-то вещи, может быть, достаточно акцентированные были, я с ней просто сразу не согласен, потому что, ну, все-таки, да, эта конференция была придумана по поводу определенного события, нашего освобождения и нашей высылки. И об этом мы рассказывали. Вот. Говорить о том, что почему не подняли еще там эту, эту и эту тему, да потому что это было про другое, да, потому что важно было именно отметить этот момент, момент, который произошел, событие, которое произошло, и обвинять там или на том, что у нас есть какие-то там достаточно там антивоенные, достаточно оппозиционные взгляды, это странно, потому что и я свою политику артикулировал, и мои друзья, более того, когда я был осужден еще до начало всех событий задержанных, а они просто более получили свои срока и огромные срока, им не занятие военную позицию. Поэтому, ну, слушайте, что делать? Демократ всегда спорит, всегда дискутирует, как бы, и меня это, честно говоря, какую-то грусть или хандру ни разу нанесло. Как прошли первые дни в Германии, какие эмоции ты сейчас испытываешь, потому что я помню даже еще до войны, когда приезжаешь из России на запад, все равно себя как-то чувствуешь по-другому. А ты попал сразу из тюремной камеры в свободный мир. Какие главные эмоции когда ты оказался в свободном обществе? Насколько тебе сейчас просто или же, наоборот, сложно перейти к новому ритму? Ну, наверное, с точки зрения каких-то бытовых историй, да, ну, я стал неприхотлив, то есть, но я упал в комфортную среду, мне приятно, но это, наверное, не самое главное для меня. Главное, наверное, такое, может быть, некое моральное такое ошеломление. То есть, с каждым днем становится проще, но первое время прям, конечно, была хандра, потому что, ну, я не планировал, не хотел уезжать. Да, для меня это было таким, как бы, ну, сложным моментом, и надо привыкать к мысли, что я нахожусь вне Родины, да, и я нахожусь здесь, возможно, как бы, может продлиться какой-то достаточно существенный период. Вот свыкаться с этим было сложно. Все остальное, честно сказать, и то, как нас приняли здесь, да, нам помогают, это вызывает только большое уважение. И, в общем, я очень благодарен вас там в Германии за ту помощь, которую они оказывают. То есть, морально, может быть, сложновато, вот, но с каждым днем, как бы, климатизация проходит все проще, и, скажем так, гола приходит в норму. А в остальном, слушайте, ну, здесь, конечно, там, и та медицинская помощь, которая была оказывана сразу же, там, проверки, да, и документы, и какое-то очень такое дружелюбное отношение со стороны банальной, не знаю, там, людей, которые впечатляют безопасность, которые занимаются документами, это настолько неожиданно приятно, потому что за эти, там, три с копейками года я настолько отвык от какого-то хорошего отношения системы, конечно, то это вызывает какое-то такое удивленное восхищение банально, да, когда там подходит какой-то молодой приятный человек, показывает удостоверение, говорит, что он полицейский, и он пришел ответить на вопрос, который задал его коллеги в другом здании, и это было, там, ну, какое-то время назад. То есть, такое забота и участие, да, там, которое есть, оно очень приятно, и я повторюсь, очень благодарен тем людям, которые участвовали в организации обмена, и которые сейчас помогают нам в эти первые дни. А есть ли какие-то флешбеки, например, то, что там, если ты там людей в форме видишь, или там, например, что касается прямого глазного контакта, потому что ты рассказывал в интервью, что там, например, там где-то не разрешали, там нельзя было там в глаза смотреть прямо, потому что начинали кричать. Ну, такого, честно сказать, наверное, про смотреть в глаза такого, честно сказать, наверное, не припомню, такого даже в колониях все-таки, да, там, такое есть у обычных насужденных, но, скажем так, я так не позволял таких позиций, и у меня таких трудностей не было. Флешбеков нет, но единственное, конечно, ну, ты живешь по распорядку, живешь по распорядку, там сколько, у меня там год и семь одиночки было, и там последний раз распорядок менялся, это было где-то месяц, год назад менялся распорядок в последний раз. Я примерно знаю, что сейчас у нас там, там, 10-30 утра, 10-30 утра я возвращаюсь к прогулке, вот, и я так прикидывал, что я сейчас завтракаю, я должен был гулять там, да, сейчас у меня уборка, то есть я примерно знаю, что в каждый момент должно происходить, то есть если бы я находился там, и бывает забавно с этим сверять, или там ты идешь что-то покупать, и ты понимаешь, что вот там вот есть изюм, который ты там экономил в лагере, и какие-то вещи бытовые, которые ты видишь, ты понимаешь, то есть ты немножко примеряешь нынешнее происходящее с тем, что с тем, что происходило с тобой вот последние полтора года, у меня нет никакой там тюремной романтики, восхищения там, да, но просто это с точки зрения чисто какого-то там, то есть ты жил в одном ритме просто долго, и такой ритм был жесткий, сейчас ты в другом ритме, ты думаешь, как хорошо, черт возьми, ты будешь выйти на улицу, посмотреть на небо, и это очень классно, не при шутке. Это первый такой приятный момент был, когда мы ехали с Петербурга в Москву, вот, по этапу, и там вот через там машина останавливалась, меня не выпускают, там полагается, если этапируют, то мужчин не выпускают, а женщины могут, соответственно, как бы их вводят в туалет. Мужчин нет, но у меня такая вот дырочка есть, как бы, в моем стакане, где я еду, и из него мы видим окно, и я вижу открытую дверь, через открытую дверь я вижу лес, и думаю, черт возьми, последний раз видел лес, не помню когда, и это прямо, конечно, такие яркие ощущения, а сейчас многое из того, что я не видел, может, многое из того, что я пропустил, я вижу перед собой, и свободу передвижения, конечно, один из таких очень приятных факторов. Андрей, а что было самым морально сложным за вот эти три года, что ты провел за решеткой, тебя посадили, буквально сняли с самолета, то есть ты морально готовился к отдыху, и тебя посадили в СИЗО, потом осудили, что было самым тяжелым? Ну, первые дни в СИЗО, честно сказать, прошли скорее на энергию, то есть когда я понял, что это все надолго, когда я понял, что меня везут с мигалками, забавно было, мы ехали из Анатар в Краснодар, нас везли, впереди машины едят, а я как-то расположил к себе оперативников, ну, как бы, вопрос создаю, я говорю, да ты не переживай, может быть, тебя сейчас под домашний арест, я говорю, слушай, смотри вперед, тачка перед нами с мигалкой, смотри на себя, тебя посылали в командировку, в Петербург меня забирать, и ты серьезно думаешь, что меня посадят под домашний арест? Он такой, ну да, ну да, а то СИЗО у нас хорошее, как-то я обманул СИЗО хорошее. И как бы я себя перестроил к тому, что это надолго, то есть не то, что там через недельку выпустить, разберутся, да, такого даже мысли не было. Я понимал, что в таком уровне задержания, там, развернуть самолет, это серьезно, да, и не расслаблялся, взял себя в руки, там, поставил себе задачи, там, по какому-то там, устранной работе, там, да, там, по выдвижению, по продолжить ситуацию, по спорту, то есть не расслабляться. А, наверное, самым сложным периодом назвал бы, наверное, это первые особенные дни в Карелии, первые месяцы в Карелии. То есть если, как бы, обычный человек, там, имеет право на звонок, то человек, попавший в СИЗО и дальше, да, он звонков лишен априори. А у меня быстренько сделали два СИЗО и сделали ПКТ. И в ПКТ нет звонков. И в СИЗО нет звонков. Соответственно, проинформировать Дельный Харус смогу только письмо. Вот. Письмо, естественно, бумажное, идет века. И письмо, которое отправилось с самого начала, в первые дни, там, близким, оно шло что-то 23 или 24 дня. И вот эти первые дни в ПКТ, когда ты, в общем-то, такой из, приезжаешь из СИЗО, где, ну, вольница больше, где больше возможностей, ты оказываешься в маленькой камере, где у тебя нет ничего. Вот. Там у тебя есть личных вещей, у тебя, там, кружка-миска до, это самое, до мыла. Даже, ну, книжки дают тебе из библиотеки. И у тебя нет общения, и ты изолирован вообще от любой информации. У тебя, говорит, радиостанция, по которой нет новостей. У тебя есть события, одна прогулка, и все. И ты нет часов, нет времени. День похож один на другой. И приходит адвокат. Не знаешь, знает про тебя что-то или нет, ищет тебя или нет, и что там вообще в мире происходит. У меня такая, ну, ты предполагаешь худшее всегда обычно, готовишься к худшему, а там происходит по-другому. Вспомнил ситуацию Фургала, которого, когда вот после ареста изолировались целиком, я подумал, что играет такую же историю. Вот. Оказалось, просто меня не могли найти. И вот эти, там, первые, там, может быть, двадцать, там, двадцать три дня, конечно, они были такими вот слившимся в одну линию, особенно первым. Сами потом привыкаешь и к этому. То есть, когда тебе две недельки проживешь, так, да, уже вроде как тоже привыкаешь. Но первое время было очень тяжело. Потом я аккуратненько построил для себя, там, в голове линию, что надо медленно-медленно пытаться всплывать. там, да, какие-то, вот, искать способы улучшить свой быт. Как-то, ну, в общем, пытаться радоваться мелочам, короче, начало. И таким образом было дальше. Но первые дни там тяжелые были, наверное. Андрей, а как ты узнал о начале войны? Какие эмоции ты испытал, когда узнал, что Россия вторглась в Украину? Ну, это я был еще в Краснодаре. У нас там не было ни телевидения, ни радио. Единственное, по радио где-то за два дня, когда вот было, там, 22 февраля, когда заявили о признании ДНР и ОНР. И мы слушали речь его. Это удивительно. Обычно радио не включает. Бас, включи речь. Причем радио, там, даже если оно есть, оно работает до 10 вечера. А это играло где-то там до 11, что ли, какого-то выступления. Я был в полную уверенность, что ничего не будет. То есть, честно сказать, мой прогноз был, что все-таки там хватит здравомыслия. Я писал какую-то статью перед этим, что такого не может быть. Ну, как бы в 21 веке такие, в Европе такие вещи быть не могут. И где-то вот мы проснулись 24-го, там, в 6 утра включая свет, но обычно там кто-то просыпается, кто-то нет. Пошел шум. Вот, понимаете, у нас был спецблок. И у нас, как бы, ну, ни телефонов, ничего такого всякого. Обычно, о чем показывают в кино, такого нет. У нас прям такая изоляция была. Но всегда есть окно, и над нами есть камеры, у которых больше информации. Там телевизоры, есть какие-то, может, еще доступы. И пошел шум, что там мужики, там такое, все это обсуждается. Естественно, там, не могу провести, ну, пересказывая в цензурных версиях, что там летят самолеты, плывут пароходы, едут танки, да. Веры в это особо не было. Удивился странно, как это может происходить. Соседние камеры были пожизненно осуждены. Грубо говоря, в СИЗО бывает привозят тех, у кого скрываются старые эпизоды, и для них это очень интересно, потому что они приезжают из жутких тюрем в комфортное СИЗО. И им по закону обязаны ставить телевизоры. Я стал встречать стенку, там всего такой Леха, он 22 года, он уже, как бы, просужден, по-моему, в 22 года, как раз, он в 2000 году получил срок. Мы хорошо общались с ним, Лех, что там показывают. И он стал через стоим кричать, там труба, там, соответственно, что показывают переход границы, показывают там атаки, там это был российский цветоведний был, естественно. Вот. И это был такой, ну, який шок, потому что не знаю, что происходит. Это было такое, ну, как бы, обухом по голове. И пошла проверка, он приходит в 8 утра, проверяющий, там, кому они службы полагаются. Я ухожу в коридор, там, ну, как бы, такое строение, они опыт проводят. И был оперативник, у Сергея, какие отношения были. Вот. И он говорит, что там происходит-то. Он с таким, там, серо-белым лицом говорит, Андрей, там? Вот. Это вот тот комментарий. Да, я прошу прощения, потому что он наиболее четко комментирует, как бы, происходящее. Я понял, что это правда. Потом прошли какие-то более переговоры через продул, через коридор. Я понимал, что происходит. И уже только потом пришел адвокат. И это, конечно, не верилось. То есть не верилось, что такое возможно, потому что, ну, градус безумия, конечно, вот этих действий, он не помещался в голове. А повлиял ли на тебя как-то вот этот информационный вакуум, в котором ты находился, если можно это так назвать? Потому что ты был окружен заключенными. В основном основной источник этой информации это была российская пропаганда. повлиял ли это как-то на твои ощущения, например, от российского общества? Стал ли ты, например, лучше понимать нарративы, которыми живет вот эта вот определенная часть российского общества, но очень в то же время репрезентативная, потому что это силовики и заключенные? Ну, про тюрьму и собрать все-таки, я бы сказал, тюрьма как средство общества. Да, просто вот там какой-то процент есть экономический, какой-то процент есть наркотики, какой-то процент есть там насильственные преступления. То есть, ну, в принципе, в какой-то мере отражает наше общество. Есть люди более толковые, есть люди, которые потребляли соли и, естественно, другой контингент. Но, в целом, как бы это такое общество, с которым можно работать и, честно сказать, можно общаться. И у меня не было ни одного конфликта в рамках моего нахождения. И я со всеми находил общий язык. Это было самое такое понятное для меня. Что касается изменения понимания, ну, наверное, понимание тюрьмы больше пришло, потому что все-таки мы приходим, мы, когда смотрим со стороны на тюрьму, да, там, безрелизионной информации, этих-то слухов, это воспринимается как такой контингент, который, ну, преступник целиком, да. А смотря на них изнутри, ты понимаешь, что это либо это какой-то неудачники, да, либо это люди, которые от безысходности идут на преступления. То есть процент криминала чистой воды, продуманного, который вот и продуманную достает на криминальном стежу, в моем понимании процентов 10-15. Остальные это либо те, кто не принимали риска, либо просто те, кто не может социализироваться другими способами. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что когда я первый раз попал в привратку, привратка это помещение, где собирают людей, приехавших в тюрьму или уезжающих в тюрьму, для там либо расхода по камерам, либо дальше поездки в суд или куда-либо еще, ты входишь и думаешь, господи, это же все кругом бандиты, криминали, опасные люди. А через месяц-два ты входишь и понимаешь, да ладно, парни стоят, нормально все, можно поговорить, пообщаться, чай попить. То есть ты какой-то момент привыкаешь, перестаешь воспринимать людей как каких-то опасных, каких-то специальных, то есть меняется взгляд. Поэтому, наверное, что бы я отметил с точки зрения понимания больше, да, это вот момент, в котором мысль, которую я поймал, наверное, больше в Карелии. Вот мы привыкли ходить в магазин, например, да, там приходите в магазин в каком-то крупном городе, вы можете купить себе там, грубо говоря, нормальное масло, нормальное молоко, нормальные такие сырки, вот эти творожные, да. А в тюрьме ты видишь другой продукт, который, может быть, ты в магазине даже там не будешь смотреть. То есть, например, да, я вот в карельском магазине, который вот сильно обслуживает, покупал сметану, у которой срок годности не отличался от того, вскроешь ты пачку или не вскроешь. То есть, как бы, наде чего у нас стоит. Я покупал сгущённое молоко, правда, немного, в котором процент молока был очень низкий, в основном были растительные жиры заменены, да. Колбаса, в которой, в общем, мяса, наверное, было не очень много. И когда я спрашивал, почему, ну, как бы, то есть, вы можете нормально фрукты приводить, хотя бы там овощи какие-то, кроме лука, который я вот ел в течение всего времени, не говоря, нет спроса. Ты знаешь, как бы, то есть, ну, ты один просишь что-то такое, там, да, вот еще там есть десяток человек, а людям это не надо. И вот вопрос уровня жизни россиян, да, который, может быть, не очень впадает, там, в прессу, в твиттер, там, да, то, что люди, живущие, там, жившие в больших городах, уехавшие, не понимают. Они, как бы, не могут оценить, что, на самом деле, уровень жизни среднестатетического россиянина в небольшом городе, там, тем более в провинции, он очень низкий и он потребляет вот эти вот продукты, которые им в тюрьме, и, скорее всего, их потупляет на воле. И это, мне кажется, очень важно для понимания, как живет человек. То есть, что там, арестант живущий на 2-3 тысячи в день, это нормально. Вот. И так живут многие. Вот 2-3 тысячи в месяц, прошу прощения. А насколько с ними можно работать, вот, для российской оппозиции? Потому что силовики традиционно, они считаются опорой этого режима, и там, на самом деле, российская оппозиция, это лучше меня, я думаю, знаешь, прошла разная стадия от попыток как-то там дарить какие-то цветы, общаться на протестах, той стадии, которая есть сейчас. И то же самое касается, например, ну, заключенных, понятно, что это там совершенно разные люди, но тем не менее, вот, силовики и заключенные, насколько те месседжи, которые есть у российской оппозиции сейчас, у демократической оппозиции, насколько, на твой взгляд, можно ли до них донести? То есть будут ли они к людям восприимчивы, будут ли они к этим месседжам восприимчивы, исходя из твоего опыта? Потому что я понимаю, что ты с ними разговаривал, скорее всего, и наверняка тоже говорил, что твои взгляды, они, мягко говоря, отличаются от той пропаганды, что они слышат. Ну, арестанты в подавляющем большинстве очень критически на втором классе, абсолютно критически. То есть они люди, прошедшие через систему судов наших, там, следствия, судов, прекрасно понимают, что закона нет, и когда ты говоришь с ними, там, на этом языке, они тебе еще больше аргументов сами расскажут, как их там, даже те, кто были осуждены по реальным преступлениям, они все равно сталкиваются с, ну, там, огромным количеством нарушений. Поэтому в отношении себя я всегда чувствовал, в общем, такой основал поддержки, и они очень понимают и восприимчивы, да. Они могут быть, там, не сторонниками демократических взглядов, но то, что они не сторонники власти, это прямо на 90%. И для примера, когда еще выходила новая газета, я ее выписывал. И вот я получил ее, я читаю ее, и мне уже говорили, Андрюха, дочитаешь, передай, пожалуйста. И это по камерам проходит, и с камерой с камерой она передается. И общая реакция, что все вот эти комсомольские правды, там, российские газеты, это все чушь какая-то. А вот у него газета, там правду пишут. И это прямо проходило. То же самое, там, прекрасный газетовый собеседник, который я видел у себя, и видел, что выписывают в себя, хотя политически больше не было. То есть люди понимают какую-то такую, может быть, не имеющую образование, не имеющую каких-то там хороших там социальных связей, они чувствуют, где их обманывают, где их не обманывают. Поэтому как раз арестанты, контингент, который, может быть, не с этим имеет смысл работать как бы централизованно, но эти люди точно не являются сторонниками власти, я думаю, именно поэтому они не имеют права голоса. Потому что такая история даст им явно протестных дектора. Что касается силовиков, то вот централизованно работать по ним – это просто не имеет смысла. Надо работать с обществом, общаться с обществом, а они его часть. В большинстве своем это люди целиком системные, и собственную позицию они будут тщательно скрывать. Даже беседуя с человеком и понимая, что он, в общем-то, правильных глядов, этих людей не так много все понимающих, он не сможет проявить себя, не сможет проявить свою самостоятельность. Потому что, ну, банально они на крючке. Большинство людей работает в системе, например, СИН, потому что у них есть перспектива хорошей пенсии. Это говорили все. То есть, грубо говоря, зарплата по столову в Краснодаре была в 2021-2022 году 35 тысяч рублей в среднем. Это большой миллионник, крупный город. На Карелии я не скажу побольше, потому что там арктическая зона считается, и поэтому зарплат в полтора раза выше. Но они в целом не очень большие. Большинство людей привязаны над тем, что отработав, по-моему, 12,5 лет, ты получаешь пенсию. Пенсия проектов 20 тысяч рублей как бы, что достаточно для большого города важно и хорошо после льготы. И они понимают, как только они проявят свою какую-то, не то, что не лояльность, а независимость, вариантов уволить человека из системы не проблема найти. Поэтому они могут понимать тебя, они могут обсуждать тебя. Я старался с ними вести разговоры на экономические темы, понимая, что каждый шаг пишется, то есть у каждого регистратора и здесь, и наверху. У меня все снималось буквально. Каждый мой шаг был под регистратором. Я понимал, что вести разговоры на тему жестко-политическую, вывести меня на новую статью не станет проблемой. А обсуждать, что цены растут и что, в общем-то, деньги тратятся не на то, что нужно, а у нас там, грубо говоря, как я любил говорить, я житель Сегежского района, а в нашей Сегеже плохо с экологией, плохо с дорогами и всем остальным, это заходит на ура и люди это понимают. И, в общем-то, сделать вывод о том, что деньги идут не туда, оно очень понятно. Поэтому разговаривать с ними нужно, они точно не будут проявлять себя индивидуально, если будет вариант какого-то выбора, которых сейчас практически нет, или какого-то другого способа поддержать правильную позицию. Я думаю, они сделают это, но риски будут взвешивать два раза выше, потому что, повторюсь, это люди целиком на крючке. Вот в интервью «Новой газете» ты говорил, что не поддерживаешь донаты ВСУ, потому что, хотя ты негативно относишься к тем, кто воюет в Украине, ты не хотел бы их убивать. То есть, и в связи с этим я хотел бы, если я правильно интерпретировал твои слова, и в связи с этим я хотел бы спросить в целом про твои эмоции. Какие эмоции ты испытываешь сейчас вот после этих трех лет заключения в отношении силовиков, которые тебя держали под стражей, ну, как невиновного человека, судей, которые принимали все эти решения, и лично Путина, который наверняка так или иначе связан с тем, что происходит и с тобой, и с другими российскими политзаключенными? Я бы так вот разделил бы эту ситуацию, что ты видишь общаясь с людьми, любимая аргумент системы любого силовика, но вы же понимаете, от меня ничего не зависит. И не важно с кем вы разговариваете. Вы можете разговаривать, грубо говоря, с прапорщиком, а можете там замначальнику управы. И они все приходят с одним и тем же, я говорю, вот так и так, такая-то проблема есть. Вообще, вы меня незаконно здесь держите, я должен содержаться в Петербурге. Но вы же понимаете, от нас ничего не зависит. То есть банальный пример. Я должен был, как прописанный в Петербурге, и осужденный в Краснодаре, содержаться либо в Краснодаре, либо в Петербурге. Я написал заявление отправки в Петербург. Узнал, что я иду в Карелию. Это незаконно и у меня были все основания для переезда. И хоть публично позиция в СИН была однозначно, они говорили, что сотрудники, с которыми я общался, и управление, и местные, они говорили, пишите, пишите, пишите. У нас к вам вообще претензий нет. Но официальная позиция озвучена на всех странах суда. Они говорят, что нет оснований для перевода. То есть они бы хотели одно, но им говорят другое. Это не оправдывает их. Это не оправдывает то, что они рассунули меня в ШИЗО, отправили меня в ПКТ, что у меня были жесткие условия. Но это объясняет, но не оправдывает. Объясняет их позиции. Поэтому, наверное, испытывать ненависть к сотрудникам, у меня такого нет. Испытывать ненависть к системе, безусловно. Есть люди, которые испытывают моральное удовольствие от того, что самоутверждаются. Там был такой персонаж, который приходил, проверял, заправлена кровать, точно ли все следил, чтобы, не дай бог, не попил чая. Он прямо бегал с регистратором, пытался поймать меня от того, что я глотнул чая в недопустимое время. То есть какими-то невоочайными притирками он самоутверждался. Эти, безусловно, люди к любой системе есть. Такие упыри, конечно, неприятные. А в среднем, это достаточно обычные, нормальные люди, которые работают в этой системе. Испытывать не какой-то негатив – да, не вижу оснований. То, что сама власть это сделала, тем, кто это принимает решение – конечно, да. Потому что они украли у меня три года, два месяца жизни. И это существенное для меня время. Поэтому, конечно, это есть. И сейчас одна из целей – я надеюсь, немножко выдохнуть и сделать так, чтобы эти люди понимали, что, в общем-то, я не сломлен, что я дальше буду бороться. И, в общем, постараюсь сделать так, что таких событий были больше невозможно. Но это не в рамках кого-то из системы ФИН. Это люди, исполняющие наказание. Решение о моем аресте принималось явно не судьей и не в комитете Краснодара. А Путин? Конечно. Слушайте, он ответственный за все, что происходит в нашей стране. У нас вертикальная история. И этот человек, на нем, мне кажется, есть столько грехов, которых не отмыть. И то, что произошло со мной и со многими другими политзаключенными, с теми, кто сейчас страдает, с теми, кто сейчас умирает. Слушайте, он нашу страну довел просто до грани безумия. Естественно, его вина в этом категорически есть. Я здесь, как бы, вот, человек, который, мне кажется, статья уголовного кодекса, который существует, существует доля них он нарушил. Как ты видишь свою роль в будущем российской оппозиции по отношению к людям, включая Путина, которые ответственны как за военные преступления в Украине, так и за преступления, которые они совершают в России, в частности, сажая невиновных людей за их взгляды? Ну, мне кажется, если мы отношены ко всему этому, то ни одно из них дел не должно остаться без ответа. То есть, как бы, от малых дел, там, да, до больших, то есть, грубо говоря, до, от отжатия, как, не знаю, там, квартиру какого-нибудь, как бы, политзаключенного до массовых каких-то жертв убийств, да, то есть все это, мне кажется, надо документировать, я думаю, что люди уже занимаются, и в момент, когда все-таки, да, мы добьемся перемен, эти преступления должны быть оценены и другая общество должны их понимать. Как сейчас, например, советская практика, ну, сейчас, например, практика такая по телевизору, я думаю, что не особо в социальных сетях видно, но, в общем, в новостях практически там каждую неделю мне показывали, что какой-нибудь регион признает преступления в годы оккупации, там, гитлерских войск на территории Российской Федерации, например, в территории СССР, там, 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 Вологодская область, там, признала, там, действие геноцидом, то есть, как бы, там, Бастеркин развлекается тем, что вот это вот проводит уголовные дела в исключительной давности, в исключительной давности, вот, как бы, идея глупая, но, как пример, что по всем этим процедурам, да, были вынесены решения, которые сейчас происходят, вот, мало до больших, и не было понятно конкретно преступления и Путина, и его окружения. А свою роль я вижу в том, чтобы разговаривать с российским обществом, предлагать пути решения и бороться с тем нарративом, который есть. Вот мы вначале обсудили, что есть нарратив, что, да, зря начали, уже есть осуждение того, что начали, но боязнь того, что если прекратить, то будет хуже. Вот важно доказать людям, что чем раньше прекратиться, тем лучше, что чем дальше мы падаем в эту бездну, тем хуже, тем сложнее потом будет выгребать, и тем больше жертв это приносит. Вот, если мы сможем, вспомнишь, вначале был нарратив, что это будет маленькая, как бы, долстая волна, чтобы все будет хорошо, это уже не продается, это нужно было, никто не верит, там, ни динозификацию, ни в всю эту чушь, да, уже в обществе, даже среди сторонников, есть понимание, что начали начали зря. Сейчас пытаются сделать так, чтобы страх, страх того, что мы прекратим, будет, как бы, вот, типа, в обществе присутствует. Словно говоря, вот, если дальше продавать эту мысль, надо внести для того, чтобы, чем раньше прекратиться, тем лучше делать для этого все возможное. Хотел бы ты увидеть Путина и людей, которые отдавали приказы о начале войны, об обстрелах украинских городов на скамье подсудимых? Конечно, то есть, вот, такие-то кровавые истории, когда там люди, там, желают позиции, желают, ну, громкий слог в многом слышим, да, но принципиально есть, что специальная вещь из той России, в которой я верю, которая световая, демократическая, в ней должен быть справедливый суд, и справедливый суд должен выйти за решение. Не потому, что кто-то пришел к власти новый и решил всех покарать, а на основании законов, на основании процедур мы должны дать оценку тому, что происходит. Это вот было бы крайне важно, и я думаю, что часть людей, тех, кто принимал эти решения, я думаю, что Карелия с радостью встретится от людей, там, я думаю, что смогут оценить все эти прелести, которые пережил я. Карелия, Омск, конечно, где Владимир Карманов одержался, Красноярск, это вот те, там, наиболее жесткие колонии, которые есть. Я думаю, что эти люди будут провести там отлично. Еще буквально несколько вопросов. Хотел, собственно, поговорить с тобой про обмен. Ты много в интервью это подробно рассказывал, говорил, что не верил, что это произойдет, и до последнего не понимал, что произойдет. Но все-таки были ли какие-то сигналы, что это могут быть предпосылки к обмену? Изменилось ли как-то отношение к тебе, вот помимо того, что к тебе начальник колонии пришел помогать вещи собирать, если я правильно понял? Ты всегда готовишься к худшему. Да, ты, когда едешь, думаешь, какая-то подстала может быть, то есть ты не ждешь этой системы хорошего. И у меня были плохие предположения, что это может быть там и другое дело, и, может быть, там, наиболее, там, для меня опасение было, которое загонял в подскорку мозга, что я подписывал много разных документов, там, по обязательствам явки в полицию, там, что меня проинформирует Суменадзор, урод о том, что меня проинформировали, что, значит, я в теории могу стоять на биржу труда, ну, какая-то такая лабуда, и я себе корил, что я часто подписывал, но спорил там вроде все нормально, но в текст не вписывался, не вчитывался. И была такая легкая-легкий страх, что, может быть, подсунули что-нибудь, и, грубо говоря, вдруг где-то скроет Ростов, как конечная точка, это, конечно, была бы большая для меня проблема, то есть, не знаю, скрываться по дороге, там, что-то делать с собой, ну, в общем, ну, пришло то, что делать. Соответственно, такое понимание, что это будет, ну, как бы подтверждение того, что будет происходить, я получил, когда в Петербурге садился на этап уже в Москву, и когда меня там обыскали, я выкинул вещи, счастлив, я расписывался в паёк, и я увидел, что передо мной расписалась Саша Скачаленко, я подумал, а, ну, если Саша, то вряд ли это новое дело, и вряд ли это какой-то Ростов, потому что моя девушка, и мы с ней в последний раз пересекались в 2012 году, то есть вряд ли можно было что-то слепить. А вот по самому того, что может быть, у меня было два предположения, как раз не обсуждал, это когда мы в машине ехали в Петербург, что либо это будет такой вот философский пароход, как и вышло, да, то есть это высылка будет. Либо это может быть красивая картинка, когда там, нам, не знаю, там вручают бумажку каждому и под камеры выводят из тюрьмы, то есть, например, там, да, какая-нибудь там Маргарита Симоньян прыгает на нас с микрофоном и говорит, ну как, вы благодарны Путину и что-нибудь такое там, ну такую чушь как бы выставить нас там жалобщиками, которых, бам, великий царь помиловал. Но с другой стороны, я примерно понимал, что если едет Саша, то будут еще какие-то люди, скорее всего. И я понимал, что собрав нас в одном месте под камеры, вот, как и вспомнишь, делал такое Лукашенко в двадцатом году в СИЗО, когда там политзаключенных белорусских собирали и на столом сидели. Я подумал, что такой состав за одним столом может быть такой взрывной смесью, которая, можно сказать, больше, чем как бы, чем тот, кто будет освобождать. Поэтому такие две версии было, что либо нас в Москве под что-то готовят, либо это будет такой вот философский пароход или философский самолет. Оказалось, что это будет именно вот такая высылка. У меня в СИЗО были, там, в Эфортово я все пытался как-то там больше навести справки. И когда заезжал, ну, когда меня оформляли, я сильно спорил, требовал там себе там права там. И я добился того, что у меня в камере было радио. Ну, такое официальное через репродуктор. У других этого не было. Я все пять дней, что мы там находились, я слушал весь ТФМ. Понимаю все про контент, пропаганда адская, но информация-то была бы там. И за полчаса до окна с вывели из камеры, какой-то такой мерзкий, по-моему, упырь, мордан такой есть у них. Он действительно мерзайший, по-моему, очень глупый тип. Но у него пока прошла фраза, что телеграм-каналы полны информации о неком политическом обмене, но мы, типа, не знаем ничего и комментировать не будем, пока это не случилось. И я, когда вошел в автобус, когда я видел там Яшина, других друзей, и я сказал, что там по весь ТФМ об этом рассказывают, и когда мы увидели, что в автобус вводят и у Илона, и Гершковича, я понял, что это именно обмен, и понятно было, что это, в общем, кто, на кого меняют. А вы в автобусе разговаривали между собой или вам не давали? Ну, вот я сразу начал разговаривать, когда пришел, сел там ГОС, и это чем вызвал конфликт с этими альфовскими охранниками, и там начали мне угрожать, как такое, типа, они как-то очень оскорбились тем, что я не привели уважения к таким прям важным охранникам, они якобы не просто там какие-нибудь сопровождающие, они говорили, что мы боевые, ну, то есть как-то очень кичили с этим, поэтому разговаривали, общались, не со всеми, потому что, ну, то есть когда Костик, когда с Яшином, с Карамурзой, там, Лич, она же со мной сидела, как бы кто близко, да, то есть с ребятами, которые в конце автобуса, мы не перекрикивались, потому что с каждым сидел охранник, и иностранцев посадили, вот Гершкович вывал, мы их посадили в самый конец автобуса, а так, конечно, общались, строили планы, предположения, куда нас везут, потому что ни на одном из этапов, вот нигде, за все время, да, вплоть до того, как мы оказались уже как бы на другой стороне, никто с нам не говорил, что происходит, то есть для вопроса, куда мы двигаемся, увидите, а куда мы летим, узнаете, то есть и ни один из сотрудников, сопровождающих нас, ни от Альфы, ни от, грубо говоря, там, просто ШФБ-шник был, или чиновник, он не сказал, что с нами происходит, смотрят, нам просто выдали по паспорту, спросили про справку, справок нам не давали, Куда нас вывозят? Что происходит? Как в кино приходит человек в сером костюме и говорит, мы вас высылаем, вы враг России, враг СССР. Такого не было. Они как будто боялись тему это поднимать. То есть тебе ничего не говорили, как Яшину или Кэр Мурзе? Никаких таких комментариев не было? Я просто поссорился с самого начала. Когда я пришел, я начал с ними разговаривать, болтать со всеми. Привет Лия, привет Илья. Как дела? Как добрались? Что-то стоит. И как-то это, видимо, их сильно возмутило, потому что я обогатился в стекло и болтаю. А что мне бояться? Я уже увидел, что в трафках подписано. Он говорит, как бы, свободу почувствовал? Я говорю, ну так-то да, меня твой президент помиловал. Это, видимо, еще больше оскорбило. И он что-то еще говорит, типа там, повернись, сядь. Я говорю, а за что-то? Что будет там? Как ты разговариваешь с другой исключает? Как ты говоришь с моим начальником? Да щас мы тебя там закуем. Сейчас мы тебя, как бы, там посадим. Ну, я говорю, ну, попробуйте, как бы, вот. И это их сильно раздражило. И ко мне сел какой-то, видимо, такой, самый у них такой неприятный тип, который хранял. И потом они в разговорах уже не со мной сказали, что почему Альфа была? У них была команда, что если кто-то будет сопротивляться, то в любом случае везти. То есть наручники и грузить. Там как бы не было вариантов того, что там, не знаю, там кто-то может. И паспорта раздали уже в соленом самолете. То есть вариант, который там, грубо говоря, к примеру, Колесникова теоретически могло быть. Хотя, знаешь, смешно, никаких таможенных служб не проходили, никакого проверки, ничего вообще не было. Просто, то есть Лефортова, взяли сумочку, поехали. Все. То есть как бы никаких там таможенных постов. Мы на автобусе ехали прямо на летное поле, нас загрузили, и мы вошли туда, в самолет. Еще хочу спросить про смерть Навального. Ты, получается, сам, когда был в заключении, узнал про... И я знаю, что лично был знаком хорошо с Алексеем Навальным. Какие эмоции ты испытал, когда узнал, что Навальный умер? То есть было ли какое-то неверие или шок? Потому что он был очень молодой человек. И даже я помню, что мы были все в абсолютном шоке. И что ты чувствовал еще? Потому что ты сам понимал, что российские власти сейчас в тот момент обладали полным контролем над твоей свободой. То есть как ты вот это все переживал? Так получилось, что у меня очень... Ну, когда я перебрался в строгие условия, в СУЗ, там мне можно смотреть телевизор. В нем полтора часа. И я добился того, чтобы у меня это были новости. Ну, там пропаганда и новости. Передача такая мерзкая есть. Большая игра с внуком Молотовым. И, соответственно, я находился, ну, смотрел этот, как бы, канал. Я один сижу, у меня хотя бы какая-то информация приходит. И прерывается у него речь. Он говорит, мы прощили срочную информацию, он научил наушечек, что, значит, в Ямало-Невском округе в Харпе вот погиб Алексей Навальный. Умер Алексей Навальный, он сказал. Вот. И, конечно, это просто был шок. И я понимал, что это был какой-то взброс. Потому что подача провокационная. Я дождался... Там новости в первом канале были. И там второй-третью новостью повторили заявление официально на Ачсин. И это было такое, как бы, я дальше ждал, может, что-то будет еще. Была тишина. И это было такое, с одной стороны, как удар обухом по голове. И такое, знаешь, было ощущение, ну, вот, шока. И легкой, может быть, такой маленькой надежде, что не веришься. Потому что Навальный попадал в самые, мне кажется, такие жуткие безвыходные ситуации. Всегда побеждал. То есть, помним дело Керафлеса, где его арестовывают и отпускают. Он был отравлен. Он пережил это. Его спасли и вернулся. То есть, мы всегда привыкли, что Навальный, как бы, он из любых передряд убирается. И у меня была надежда все-таки, что что-то, что-то, может быть, удастся, что-то окажется, что это все-таки неправда. Я очень надеялся, но душой понимал, что, в общем, похоже, если говорить об этом по телевизору, то, скорее всего, так и есть, что, безусловно, он там не умер, а это насильственная смерть. Здесь у меня нет сомнений. Было опустошение. Потому что все-таки мы привыкли, что Навальный человек, который не сгибается, идет вперед. И если там что-то у нас не получается, то Алексей как минимум прет вперед локомотивом. Это, конечно, было именно такое опустошение, оно долго не оставляло. Не было какого-то переживания там за личную безопасность. То есть, было именно просто чувство опустошения, какого-то страха там за себя, за других. Этого, наверное, не было. Потому что, скорее, ты понимал, что если они хотят что-то сделать, они это сделают. Поэтому бояться, что там, не знаю, перестраховываться, такого не было. Опустошение долго не проходило, пока пришел адвокат, пока не прочел дальше подробности. Конечно, это было, ну, таким, морально очень тяжело. И интересно, что где-то вот я потом анализируя, я помню, что у меня охраняет там офицер охранял в этот день. И буквально за 5-7 минут до прихода этих новостей, к ним прибежал прапорщик что-то сообщить. И в этом сообщении было слово «на прогулке». А ты привыкся мне слушать, что происходит на фоне всегда. Дух, что-то слышу важное, интересное. И я подумал, неужели, может, какой-то там для меня рапорт такой, может, какое-то нарушение было хотя бы. Ну, особо ничего не было. И за одним потом числом, я вспоминаю, он стал на прогулке. И в новостях тоже было, что я как бы плохо встал на прогулке. И я не исключаю, что у них информация была чуть раньше, чем по телевизору. И они так как бы когда еще, ну, когда первому спрашивали, они пытались меня вывести из камеры там на это самое, на баню. Я говорю, нет, я буду смотреть телевизор до конца, может, что-то еще будет. И они так очень настойчиво пытались меня от телевизора как бы отвести. Видимо, это, скажем так, была задача, чтобы как бы в любое, любая непонятная стрессовая ситуация, для них риск, поэтому они старались так минимизировать. А кто может, Андрей, подхватить эстафету Навальдова, на твой взгляд, и стать вместо него общепризванным лидером антипутинского сопротивления? Ух, это такой вопрос сложный, вот. Но, безусловно, мы видим, я читал слова Юлии Навальной, и это вызвало большое уважение для меня, потому что, ну, человек получил такой большой личный удар, и для меня ее решение было очень таким приятным и вдохновляющим. И в то же время мне кажется, что мы имеем пример, вот, в России, как это называется, сначала называлось суперпрезидентское правление, потом автократия, а сейчас диктатура. И наличие одного лидера – это неплохо, но, скажем так, в рамках одного движения. Но у нас достаточно много разных сил, и, мне кажется, хорошо будет, если их будет много. То есть хорошо будет, если это будет какой-то, даже, может, не коллективный орган, но какое-то такое, скажем так, объединение людей, которые занимаются политикой, каждый из которых является ярким харизматическим лидером. И поэтому надеюсь все-таки, что их будет много, тех людей, которые будут действовать, а будет среди них, я уверен, что Юлия Навальная, которая, ну, как признанный лидер ФБК, которая, там, структура создана, там, целиком Алексеем Навальным. Это было правильно. Ну, то буквально у меня осталось три вопроса. Можем такой близ сделать. Это у нас, наверное, еще минут 10 есть. В интервью, по-моему, это была тоже новая газета. Ты сказал, что планируешь остаться российским политиком. И, соответственно, я хотел у тебя узнать, как можно оставаться российским политиком. То есть как ты это видишь, при том, что понятно, что политическую деятельность, скорее всего, придется вести из-за рубежа. То есть как именно ты планируешь вот это вот делать? Ну, я понимаю все минусы нахождения в миграции. Теперь все больше. При этом, как бы, то есть это вес, наверное, вес слов людей за границей, он снижается. Но в то же время мы понимаем, что любая, ну, не любая, но деятельность организационная изнутри страны, она находится под большим риском. Огромным. Как только любые структуры выстраиваются, как только кто-то начинает себе представить опасность, мгновенно начинаются уголовные дела, проследования и репрессивный аппарат отстроены. Поэтому нахождение за границей есть один плюс. Ты можешь громко говорить о своих позициях, ты можешь предлагать решения, те, которые ты не смогу предложить из России. То есть я прекрасно понимаю, что если предлагаю провести какое-то действие, пускай даже не лежащее там в рамках какого-то уличного мероприятия или не лежащего в рамках какого-то там административно-головного кодекса, тут же будет нейтрализовано как преступление. Отсюда будет, может, проще. Поэтому говорить отсюда, может быть, как бы, понять, что безопаснее, но, с другой стороны, и громче. Поэтому вот эта ниша работы с россиянами, разговор с людьми – это, наверное, самое важное, чем я хочу заниматься. А в России остается еще очень большое количество политзаключенных. На твой взгляд, что необходимо сделать для помощи им и как добиваться их освобождения? Ну, во-первых, поддержка. Да, очень важно, что вы там получили большое количество писем. Там я знаю, что предлагается материальная помощь, мне, слава богу, она была не нужна, но я знаю, что приходили письма, которые предлагали, не знаю, вплоть до покупки еды в магазине. Вот. Вот это письма поддержки должна быть на постоянной основе. А второе – это вот та работа, о которой я говорил, это менять настроение в обществе. Все-таки там, да, при всех там диктатуре, которая есть, надо работать с обществом целиком, чтобы, если говорить о рамках политзаключенных, это просто сам факт наличия политзаключенных стал для государства все больше и больше обузой, даже в рамках того общества, которому лояльно. Это один из аспектов. Но политзаключенные – это просто часть путинского режима. Чем быстрее путинский режим падет, тем быстрее политзаключенные выйдут на волю. А что первое, что хотелось сделать в Анкаре – это отсылка, в том числе, вот, фразы Яшин, очень тоже, которая вызвала большой резонанс, что он сказал, что он сразу хотел купить билет, уехать в Москву. Какие эмоции ты испытал, когда вы приземлились в Анкаре, когда ты понимал, что вы уже, как бы, больше не в России? То есть, что ты думал, что будет дальше? Ну, вот эта фраза, Яшин, она, конечно, больше всех разошлась, но, честно скажу, мы сидели, когда в самолете в Анкаре, там был долгий процесс такой, когда мы ожидали какого-то решения еще внутри, но то обсуждение, которое было у всех нас, оно такое, ну, псих была, там, тоска породная, в любом случае, да, ты понимал, что ты улетел, возможно, надолго. И мы цеплялись в разговорах за такую фразу, что понимание, что с точки зрения закона мы сейчас чисты, мы не судимы неподголовным проследованием, фактически как у нас чистая биография. И в теории, ну, если брать как бы нормальное правовое государство, которого, к сожалению, нет, то можно было, там, мы шутили, там, типа, ребята, у вас обратные места свободные есть, как бы, мы, может, с вами обратно полетим. И в этой шутке, конечно, была такая, там, существенная доля шутки, но не полная, да, то есть многие думали о том, чтобы все-таки оказываться, ну, мы все хотим, я уверен, так и будет, в конце концов, мы окажемся снова в России. Каких-то, знаешь, целей в каких-то, грубо говоря, что-то конкретного не особо хотелось. То есть, грубо говоря, это было такое опустошение, что ты, вот, вчера ты, грубо говоря, еще проснулся в Лефортово, и вот сейчас ты стоишь с бутылкой воды, там, в Анкаре. Это какие-то желания, конечно, с первым пожеланием близким сказать, что все хорошо, сказать, что, ну, что, там, какой-то этап закончился, начинается новый. И такой момент, который, не знаю, потом много говорили уже, что изнутри не было ощущения о глобальности события. Потом моя жена Татьяна рассказывала, что, знаешь, изнутри смотрел, и снаружи это было, там, самое светлое событие за последние два с половиной года. Огромное количество людей это воодушевило. А мы изнутри это воспринимали, ну, да, как личные события, но мы не думали, что к этому такое внимание. Это не воспринималось так. И когда потом мы рассказывали, что около аэропорта были люди, которые нас встречали, мы это не могли представить, да, то есть мы были изолированы, там, от информационного потока, и, ну, как бы, да, обмен, понимали, какие-то вещи с нами происходят. Но то, что это воодушевило такое количество людей, ну, стало приятной неожиданностью. И, мне кажется, еще больше дало нам обязательств, что то, что мы оказались здесь, надо как минимум отработать, плохое слово, но подходящее очень, чтобы было понятно, что это не зря, что мы сделаем. То сделаем все, чтобы Россия менялась. И последний вопрос, наверное, просто в бытовом плане я хотел тебя спросить. Три года за решеткой – это огромный срок. Есть что-то, что в бытовом плане ты хотел бы первое, чего тебе очень не хватало? Там, например, условно, не знаю, там, выпить чашку кофе с утра, или там, пойти погулять, или там, просто вот отоспаться. Там, я не знаю, ощущение чистых простыней, вот в отеле, там, когда ложишься, и там, на чистой кровати. Вот что такое в бытовом плане, что, может быть, ты не ценил на воле, но осознал, что тебе этого безумно не хватало за решеткой. Ну, в бытовой не прихотлив, как бы, а вот то, что так, то, о чем я мечтал, да, это такое, может, кажется, блажью и чущею, но мне кажется, такое, вы в тюрьме не можете мыться никак, кроме душа. Прямо никак. А я очень люблю вот с детства это залезть в ванную и полежать. Я вот, когда смог это сделать, это, черт возьми, классно. Это мелочь, но это просто было приятно, когда ты 3 года, 2 месяца только в душу моешься, и там всегда чисто, как бы, так и разное бывает место. Вот это, конечно, да, когда я лег и понимаешь, что, да, вот это, похоже, свобода все-таки. Ну, конечно, не самое главное, но такой приятный момент. Приятный момент. Приятный момент.